Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский провел выездной прием граждан в сельском поселении Булатниковская. Понять проблемы населения проще всего, общаясь лично. Мы все прекрасно слышали, что в своем обращении к жителям Подмосковья губернатор не то что одним из основных тезисов, а такой красной линией обозначил чуткая власть. И в том числе я практически при первом своем знакомстве с депутатами в первых своих обращениях к сообществу Ленинского городского округа сказал о том, что практика не только приемов администрации городского округа, но и выездных приемов в администрациях поселения будет реализована. На прием записались граждане, которых волнуют вопросы благоустройства и развития территории поселения, работы коммунальных служб и строительства новых объектов досуга. Жительница села Булатниково Ирина Боровикова предлагает организовать одностороннее движение по улице Центральная и ограничить проезд в некоторых местах. У нас всю жизнь там отдыхали дети, и сейчас они отдыхают, катаются на велосипедах, на самокатах, рисуют классики, прыгают. И надо с этим что-то сделать. Мы просили шлагбаум, нам бы не согласовали, это понятно, и шансов практически никаких не было. Но нам обещали подумать насчет одностороннего движения. Принципиально никто не возражает против одностороннего движения там, насколько я понимаю, из доклада коллег. Значит, надо просто документально все дооформить и установить соответствующие знаки. Благодаря тому, что на приеме граждан также присутствовали глава поселения Ирина Дубровская и депутат по данному округу Ирина Архангельская, ответы на многие вопросы можно было получить сразу, не дожидаясь обсуждений. К примеру, по ситуации с размещением точек сбора мусорных отходов. Давайте свои предложения, мы будем проверять принадлежность земельных участков и рассматривать. Кстати сказать, по Булатникову в прошлом году мы тоже проектировали в рамках обновления техническое состояние всех мусоросборочных площадок. Мы и ваши тоже площадки в эту программу были готовы включить. Алексей Спасский видит позитивный момент в том, что пришедшие на прием граждане настроены на сотрудничество. А значит, многие проблемы удастся решить сообща. Записаться на прием можно по телефону 8495-541-5821. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.